Это жемчужина не со дна морского, а трудом добыта на всероссийском конкурсе «Воспитатель года России-2016». Екатерина Смалева, победительница конкурса, героиня нашей программы. Солнышко, а пальчики – лучи. Солнышко проснулось, в лобика коснулось, лучиками провело и погладило, погладило. Из всей группы в 25 человек занятия Екатерина посещают те дети, которым требуется коррекция речи. Остальные малыши в это время занимаются музыкой или физкультурой. Делаем вдох через нос, а выдох через рот. Вдох. Живот надувается. Выдох. Втягивается. Дышим вас в зимнем лесу. И выдох. Делая дыхательную гимнастику, не поднимая плечи, дети вместе с педагогом представляют себя в зимнем лесу, чтобы потом с помощью лесных зверей продолжить изучать буквы, слоги, произношение звуков. Мне кажется, так приятно слышать красивую, грамотную речь детей. Вот они приходят, некоторые почти не разговаривают, какие-то отдельные слова. И буквально за три года средние, старшие подготовительные группы. И на выпускном я уже слышу красивую, грамотную речь своих выпускников, и это не может не радовать. Не в каждом детском садике есть свои логопеды, но они играют большую роль в развитии малышей. По словам Екатерины, в последнее время число детей с речевыми нарушениями растет. Часто это малыши с низкой работоспособностью, повышенной утомляемостью, подверженные заболеваниям. Каждый ребенок, для каждой мамы, он самый лучший. Но если в три года ребенок не говорит и показывает на все пальцем, это уже говорит о том, что нужно с ребенком заниматься, нужна логопедическая помощь, нужно развиваться, нужно помогать своему ребенку. Ждать до пяти лет, пока ребенок сам заговорит, не нужно. Его можно научить этому раньше. Надо больше разговаривать с ребенком, надо любить своего ребенка, надо задавать вопросы, постоянно спрашивать, обо всем рассказывать. Маленький ребенок, он как губка, он впитывает всю-всю информацию. Даже если он какие-то слова не понимает, он обязательно их запомнит. И вот чем больше родители говорят, они сажают за компьютеры, за телевизоры и за ноутбуки, тем лучше дети будут развиваться. Когда сама Екатерина была маленькой и ходила в детский сад, тяги к какому-то определенному роду деятельности у нее не было. Направление начало появляться в школе. Я была такой активисткой, хорошо училась, постоянно мы очень много ходили в походы, занималась спортом, ездили на разные сборы. В 51-й школе я была руководителем разновозрастной организации «Единство». И поэтому вся моя жизнь была это такой праздники, конкурсы, выступления. Мы постоянно что-то организовывали, придумывали. И даже возвращаясь домой, я постоянно рисовала, вырезала, клеила. Выбирая профессию, Екатерина захотела сочетать все свои умения вместе с тем, принося пользу окружающим. Подумала, что, наверное, я буду педагогом. Но так как легких путей я не ищу, я решила стать элегафрена-педагогом. Но после долгих размышлений, советов, все-таки остановилась на учителе-логопеде. На образовании, полученном в РГУ имени Есенина, Екатерина не остановилась. Она регулярно проходит курсы повышения квалификации, участвует в семинарах, конкурсах. Около полутора лет назад заведующая ее детским садом предложила Екатерине принять участие в конкурсе «Воспитатель года-2016». Он состоит из трех этапов – муниципальный, региональный и всероссийский. Она пришла к нам шесть лет назад. И когда она пришла в наш детский сад, уже тогда я поняла, что действительно это творческий, это красивый, это талантливый педагог. И уже тогда мы принимали участие, это было наше первое участие во всероссийском конкурсе «Детские сады детям». И она принимала участие в разработке документации, видеоролика. И то есть вот это ее участие уже тогда показало, да, что она может принимать участие в конкурсах подобного рода. В феврале этого года Екатерина одержала победу на городском этапе конкурса. Сразу после муниципального этапа мне была подарена, можно сказать, денежная сумма. Я не стала тратить ее на какие-то покупки. Я решила вложить это в саморазвитие. И на базе Рязанского государственного университета прошла курс в технологии логопедического массажа. То есть это еще больше помогает детям с нарушениями речи. Такой массаж должен выполнять только профессионал. Он может активизировать мышцы, находящиеся в гипотонусе, и расслабить их, если у ребенка, наоборот, гипертонус. Это лицо, если, допустим, у ребенка слабый язык, массажируем язык, щеки, тоже щеки. Все это в специальной перчатке, в специальном, как сказать, помещении все это делается. И также вот шейно-воротниковая зона тоже массируется. После такого массажа детям легче осваивать логопедические упражнения. Вот в таком всеоружии Екатерина подошла к всероссийскому этапу конкурса «Воспитатель года», до этого став лучшей среди своих коллег в Рязанской области. Но вот что она станет первой в России, Екатерина точно не ожидала. На конкурсе собралось более 60 человек. Нас сначала вызвали уже на награждение всех 64 участников, потом отдельно вызвали десятку, и я уже подумала, что больше на сцену я не поднимусь. И вынесли концерт, конверт и объявили, что Смалева Екатерина Николаевна является абсолютным победителем. На самом деле я думала, что уже прошло то время, когда я говорю об этом, и голос дрожит. Оказывается, не прошло. То есть это было настолько трогательно. Методика работы с детьми, которую представила Екатерина на конкурсе, называется «Биоэнергопластика». Соединение артикуляционного аппарата и кистей рук. Это способствует естественному распределению биоэнергии в организме, раскрепощению и удержанию внимания детей. Чтобы интереснее было разбирать, например, гласные звуки, такие как А, О, У, И. Как мы назовём эти звуки одним словом? Как? Посмелее. Гласные звуки. А что мы знаем о гласных звуках? Их можно петь. Гласные можно пропеть и протянуть. Разобраться со звуками помогают так называемые волшебные перчатки с глазками. Сначала гласные произносятся отдельно, потом их можно пропеть. Что у нас происходит? А-а-а. Рот широко открывается, да? А-а-а. А как мы можем это показать рукой? А-а-а. Ротка. У-у-у. Что с губами? Они в трубочку. А-а-а. У-у-у. А-а-а. О-о. А-а-а. У-у-у. А-а-а. И-и. Также в игре дети учатся разделять слова на слоги. Это только часть методики Екатерины. Для индивидуальных занятий с детьми у неё есть и другие приёмы. Мы смотрим перед зеркалом, выполняем артикуляционную гимнастику. Для того, чтобы ребёнку было выполнить проще, он смотрит на меня и выполняет сам. Вот ещё свет включается для того, чтобы всё нам хорошо видеть друг друга. Зеркало – это необходимая зрительная опора для усвоения материала. Индивидуальные занятия проходят в кабинете Екатерины, где теперь почётное место занимает жемчужина. Приз, который она получила на всероссийском конкурсе «Воспитатель года». Надо сказать, изделие очень тяжёлое. Мне досталась такая непростая, очень тяжёлая на вес жемчужины. Наверное, такая же тяжёлая, как и моя победа. Но всё равно я её держала до последнего. И когда говорила слова благодарности, и когда меня поздравляли, как говорится, своя ноша, она не тянет. Приняв участие в конкурсе, Екатерина готова погрузиться в его организацию для следующих участников. Что неудивительно, ведь таланты организатора у неё с детства. А сама участвовать теперь в конкурсе «Воспитатель года» Екатерина не может, как минимум в течение пяти лет. Так что пока она делится опытом, продолжает улучшать свои навыки и получать удовольствие от общения с детьми. Их непосредственность, любовь и радость больше всего нравятся Екатерине. Они вежливые, они обязательно обращают внимание, какая у меня прическа, как я стою, что на мне одето. Они очень внимательные и очень благодарные. В следующей программе «Человек в городе» мы погрузимся в мир моделирования, конструирования и программирования. Антон Маликов, руководитель Рязанской рыбошколы, расскажет нам о том, как и чему он обучает детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова